Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель, покончил жизнь самоубийством в возрасте 40 лет. Как сообщает издание Советский спорт, он застрелился в российском городе Кемерово. Почти вся его профессиональная карьера прошла в местном Кузбассе. За команду Галкипер выступал с 1998 по 2012 год, а затем на один сезон перешел в новосибирский Сипсельмаш из-за конфликта с президентом родного клуба. В составе сборной России по хоккею с мячом Гейзель четыре раза выигрывал чемпионат мира и еще дважды становился серебряным призером международного соревнования. На клубном уровне Роман завоевал две серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионата России. На его счету также две победы в Кубке страны в составе Кузбасса. В 212 матчах за команду в первенстве РФ вратарь пропустил 355 голов и отдал 9 результативных передач. В Кубке России на счету Гейзеля 64 поединка, 52 пропущенных мяча и 5 ассистов. Напомним, ранее сообщалось, что чемпион Олимпиады 1980 года по хоккею Марк Павелич, о смерти которого стало известно в начале марта 2021 года, покончил жизнь самоубийством. Как сообщает издание USA Today, к такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты, проводившие расследование. Причиной его смерти стала асфикция у души. В 2019 году Павелич совершил нападение на соседа по дому, поскольку ему показалось, что тот подсыпал в его пиво какое-то вещество. Бывшего хоккеиста обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах, однако судья Майкл Куцов пришел к выводу, что Марк не сможет выступить ответчиком по этому делу, так как имеет большие проблемы с психическим здоровьем и представляет опасность для других людей. Тогда специалисты обнаружили, что из-за полученных на протяжении спортивной карьеры травм головы, Павелич страдал галлюцинациями и паранойей. На зимних Олимпийских играх 1980 года Павелич сыграл в семи матчах сборной США и набрал семь очков, один гол и шесть передач. Он отдал две голевые передачи в игре финального раунда против сборной СССР, которая закончилась победой американцев со счетом 4-3 и позднее была названа чудом на льду, так как советские хоккеисты на тот момент являлись действующими олимпийскими чемпионами и победителями чемпионата мира, а команда США состояла из игроков университетских команд. А еще ранее 19-летний хоккеист молодежной команды «Динамо» и «Санкт-Петербурга» Тимур Файзуддинов умер в реанимации спустя несколько дней после попадания шайбы в голову. Как сообщает телеграм-канал LiveShot, он находился в больнице в Ярославле с 12 марта, куда был доставлен после инцидента в матче 1-8 финала Кубка Харламова плей-офф молодежной хоккейной лиги МХЛ против местного локомотива. В одном из эпизодов Файзуддинов принял на себя бросок из средней зоны, после чего сразу же упал на лед лицом и не сумел подняться на ноги самостоятельно.